Итак, в Москве произошел теракт, верно? Джордж Гэллоуэй называет этот город величайшим в Европе. И теперь они обвиняют Соединенные Штаты, сразу обвинили ИГИЛ. Два года спустя они не знают, кто взорвал Северный поток, но здесь, на следующий день, они обвинили ИГИЛ. И вот что интересно, число погибших, я думаю, сейчас приближается к 200. Вчера я видел, что подтверждено 115 смертей, но сейчас уже намного больше. Итак, террористы зашли... 7 марта вышло предупреждение об опасности. Избегайте больших собраний в течение следующих 48 часов в Москве. Это предупреждение посольства и консульств США. Итак, оно исходило от Госдепартамента. Как правительство США узнало об этом? Что ж, давайте посмотрим. Итак, вот... Вот... Вот вооруженные люди открыли огонь в концертном зале в Москве. Здание было... Было охвачено пламяем. Я слышал о почти 200 погибших, но это... Недостоверные сведения. Давайте посмотрим. Надеюсь, вы видели, что... Итак, это Кирби, представитель Белого дома, и он предупреждает людей о приближающейся террористической атаке. Надеюсь, вы видели, что Госдепартамент, наше посольство, разместило предупреждение для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний, концертов, очевидно, торговых центров и чего-либо в этом роде, просто ради их собственной безопасности. Им следует оставаться на своих местах и следить за новостями от Газдепа для получения дополнительной информации. Итак, что? Избегайте больших собраний, концертов, торговых центров. Именно там все произошло. А потом и после нападения их спросили, откуда вы об этом знали. Смотрите. Мы не располагали какой-либо дополнительной информацией об этой ужасной атаке. Мы не располагали дополнительной информацией о том, что мы так точно предсказали. У нас не было никаких дополнительных сведений. Вот что он говорит, смотрите. Посольство предупреждало о готовящемся нападении экстремистов на Москву 8 марта. Да, я переадресую этот вопрос Госдепартаменту, но я не думаю, что предупреждение было связано с этим конкретным нападением. Да, 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 да. Итак, Путин знает, кто это сделал. Для меня очевидно, что это ЦРУ. ЦРУ использовала ИГИЛ. Мы поддержали ИГИЛ. По сути, мы создали ИГИЛ. Правительство Соединенных Штатов. Мы их финансировали. Мы финансировали Аль-Каиду и всех остальных. Хилари Клинтон, выступая однажды в Конгрессе, призналась, что мы создали их. Итак, опять же. Нам нужен ИГИЛ. Нам нужна Аль-Каида. По разным причинам. Но, конечно же, они должны были помочь свергнуть сирийское правительство. Вот почему мы финансировали их до чертиков. Итак, вот президент Путин подтверждает, что теракт в Москве совершили радикальные исламисты. Но его больше интересует, кто приказал им это сделать. Путин считает, что ответственность может нести государственный деятель или спецслужбы. Неужели? Вот еще. Черт возьми, кому это выгодно? Это преступление может быть лишь звеном. Вот что сказал Путин. Это преступление может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014-го воюет с нашей страной. То есть, именно тогда они свергли правительство. ЦРУ свергло демократически избранное правительство на Украине. Именно это произошло в 2014-м. Мне кажется, это звучит так, будто Путин указывает пальцем на Украину, которая, конечно, действует под эгидой США и ЦРУ. Путин имеет в виду Госдепартамент Обамы и ЦРУ, которые опрокинули Украину. Речь о Виктории Нуланд. Путин обвиняет глубинное государство. Кому это выгодно? Это преступление может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014-го года воюет с нашей страной. Вот так? Вот руководитель российских СМИ Маргарита Симойен говорит, что это не ИГИЛ. Сам Запад совершил террористическую атаку в Москве. Лица, стоящие за этой операцией, были выбраны намеренно, чтобы сойти за членов ИГИЛ. Это не... это не новость. ЦРУ, МОСАД делают такие вещи, верно? Разве не забавно, что ИГИЛ не напал на Израиль? Разве не забавно? Странно, что ИГИЛ не напал на Израиль, который истребляет жителей... Газы, палестинцев. Разве это не странно? Но они нападают на Москву. Разве это не странно? А вот что говорит Скотт Риттер. Доказательства указывают на участие Украины и ЦРУ в теракте в Москве. Если это было... Это не может быть ЦРУ, потому что Джен Кьюгур и фанат обтягивающего белья Анна Каспарян сказали, что ЦРУ больше этим не занимаются. Если только ЦРУ сделало это, чтобы потроллить ТЮА и ТЮА, вот что это было, жёсткий троллинг. Жёсткий троллинг. Скотт Риттер говорит, а если это было спланировано Украиной, то это было спланировано Украиной под руководством ЦРУ, чтобы осуществить американскую политическую цель, а именно стратегическое поражение России. И заявил в интервью спутнику бывший офицер-разведчик морской пехоты США. Итак, вот Виктория Нуланд. До того, как она ушла. А теперь я слышу, что её уволили, потому что она спланировала эту атаку. Вот что она обещала за пару недель до того, как произошёл теракт. Господина Путина ждёт несколько приятных сюрпризов на поле боя. Его ждут приятные сюрпризы. Через некоторое время после этого она сказала то же самое. Смотрите. Хорошо, поехали. С этими деньгами Украина сможет дать отпор на Востоке. Но она также сможет ускорить асимметричную войну, которая оказалась наиболее эффективной на поле боя. И как я сказала в Киеве три недели назад, это дополнительное финансирование гарантирует, что Путину придётся столкнуться с некоторыми неприятными сюрпризами на поле боя. Ох уж эта злая улыбка. Итак, она говорит это дважды. И, кстати, Киев, а не Киев. Никто не ест котлеты по-киевски. Итак, теперь мне говорят, что одна из причин её увольнения в том, что она спланировала эту штуку, эту провокацию против России. И она зашла слишком далеко. Ей не следовало этого делать. И кто это говорит? Ну вот, этот парень, Тони Шеффер, автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», бывший сотрудник разведки Министерства обороны. Итак, вот что он говорит. Я имею в виду, что у самой Виктории Нуланд, знаешь, Тори, как её называют в госдепартаменте, было много друзей. И люди считали её очень душевным и приятным человеком, с которым приятно проводить время. Да, маньяки-убийцы в госдепартаменте. Точно так же все в Думе Гитлера думали, что Геббельс отличный парень. Итак, смотрим дальше. Она ушла, и я думаю, что отчасти причина её ухода в том, что она напрямую угрожала Владимиру Путину и россиянам. Всё это на видео. И она очень прямо говорит, что Путина ждут цитата «сюрпризы». Итак, давайте начнём с этого, как с отправной точки. А затем мы переходим к предупреждению 7 марта. И я не знаю, видел ли ты, как Джон Кирби говорил в Белом доме, «О, ну вы знаете, у нас не было никакой информации об угрозах, чтобы подкрепить наше предупреждение 7 марта». Что? Вы просто случайно делаете предупреждение, «Эй, не появляйтесь на концертах в Москве, это может быть опасно». О, да, мы не знаем, почему выложили это, просто выложили. Я скажу тебе, как человек, который был экспатом в течение многих лет, что обычно, когда ты видишь подобные предупреждения, исходящие от посольства или госдепартамента, они не настолько конкретны. В этом конкретно указаны концерты, экстремистские группы, типа вы что-то знали, и лишь немного... То есть мы с тобой имели дело с рассекречиванием. Кто-то предоставил отчёт, возможно, добровольный информатор, мы не знаем. И они говорят, «Хорошо, мы рассекретим ровно столько, сколько нужно, чтобы обнародовать это». Верно. Это 100% будет в докладе. Мы обязаны предупреждать людей, безусловно. Есть такие требования, предупреждать. Я был в таком положении, ты тоже, вам нужно это сделать. Итак, теперь они говорят, «О, мы не знали о конкретной угрозе». О, ладно. Так что это просто намёк. Помнишь песню «Вещи, которые заставляют вас сказать...»? И это типа, «Вау». Итак, когда вы смотрите на это, а затем на то, что сказал Джон Кирби и другие, Джейк Салливан... Джек, когда в последний раз мы видели такой немедленный ответ со всеми подробностями? А, да, 11 сентября. В течение 48 часов они составили список всех угонщиков самолётов. Это действительно странно, как правительство США может быть настолько наивным, но при этом знать все подробности в течение 48 часов. И мы оба знаем, как профессионалы разведки, вы не можете собрать эту информацию так быстро, не начав заранее. Позвольте показать вам ещё... Они знают, что сделала Украина. И вот откуда. 7 марта посольство США и посольство Великобритании в Москве предупреждают всех американских и британских путешественников. Будьте осторожны, в течение 48 часов произойдёт теракт. Его не произошло. Но я был... Это была моя работа. Это была частью моей работы, когда я работал в контртеррористическом отделе. Подобные предупреждения делают только в том случае, если у вас есть конкретная достоверная информация, и вы не можете предотвратить атаку. Обычно, в таких обстоятельствах, если она достаточно конкретная и действительно надёжная, мы передаём её... Это у него? Да. Мы передаём эту информацию другому правительству и позволяем им принять меры по предотвращению теракта. Но в данном случае, то, что мы имели в последний день, в открытом источнике разведданных, в одном из тех аккаунтов Твиттера, во многом являющихся частью... Вероятно, это Виктория Ноланд. Хочет сказать ему, следи за языком. Выяснилось, что Совет Национальной Безопасности США и Белый Дом всё больше разочаровываются, цитата, несанкционированными наглыми действиями, предпринимаемыми Украиной против России. Это означает, что Соединённые Штаты знали, что Украина что-то готовит. У них было некоторое представление о том, что они собираются делать. И есть вероятность, что не только Украина сделала это, но и что США предоставили ей оружие и помощь. Вот что до смерти напугало Белый Дом. Итак, это прямая атака, террористическая атака внутри Москвы, которая финансировалась и направлялась Соединёнными Штатами. И похоже, что люди в Госдепартаменте разозлились на Викторию Нуланд за это, поэтому она ушла. И они не... Да, и... Продолжай. Пример 11 сентября, который привёл этот парень, это правда. Они не только знали, кто это сделал, по сути, в момент теракта, потому что я помню тот день, в тот самый день они сказали, что знают, кто это сделал. Но в этом примере была записка Госдепартамента за несколько недель до этого, в которой говорилось, что Бен Ладен решил совершить нападение на США с использованием самолётов. Опять же, с очень конкретным предупреждением за несколько недель до фактического нападения. Ещё одна вещь, которую ты показал в твите Джексона Хинкла, где он процитировал слова женщины о том, что они должны были выглядеть как члены ИГИЛ. На мой взгляд, тот факт, что этим людям заплатили, подтверждает эту теорию. Они не были самоубийцами, они не затонули вместе с кораблём. Им заплатили, а затем они попытались сбежать. Это не характерно для радикальных боевиков ИГИЛ. И теперь Соединённые Штаты возлагают вину на организацию под названием ИГИЛ-К. Верно. То есть вам нужно пройти, ну, А, Б, В, Г, Д, Её же, З, И, и теперь мы достигли К, ИГИЛ-К. Похоже, дохлопли для завтра. Знаешь, вариант, как новый штамм ИГИЛ. Просто, чтобы вы знали, это от Business Insider. Это какой-то год. Это датировано 2015 годом. Один из высокопоставленных командиров ИГИЛ был отличником спецназа США, проходившим обучение в Грузии. Просто, чтобы вы знали, что я это не придумываю. Я показал вам другой отрывок о Дженке Югури и фанате обтягивающего белья Ани Каспаря, которые говорят, что ЦРУ больше этим не занимается. Я показал вам, как ЦРУ финансировала ИГИЛ, Анусру или Аль-Каиду в Сирии. А Пентагон финансировал еще одну исламистскую террористическую группировку. Они часто воевали друг с другом. Итак, опять же, мы... Что дает нам поддержка исламистских террористов? Ну, они могут делать за нас грязную работу. Когда нам нужна террористическая атака, они делают это для нас. Где? В Сирии. Они могут создать фейк, они могут совершить газовые атаки на сирийцев, а затем объединить в этом Асада. А вот ролик, посмотрите. Не могу поклясться, поручиться за его правдивость, но мне показалось это очень интересным. Я нашел это в Твиттере. Утверждается, что на видео командир ИГИЛ, который был схвачен в Ливии, который оказался агентом израильского Масада. Итак, давайте посмотрим. Ты когда-нибудь видел это? Это твое настоящее имя. А какое у тебя вымышленное имя в Ливии? Мохаммед Ясирабу Аллах. Это его вымышленное имя. А какая... У тебя религия и иудаизм. Кем ты работаешь? Я из первой бригады Масада. Когда ты присоединился к Масаду в 2002? Когда ты приехал в Ливию в 2012? Так что это не новая игра, вот о чем. Я показываю вам, что это не новая игра. Китон, позволь мне спросить тебя, что ты об этом думаешь? Да, но насчет этого конкретного видео, как ты сказал, я тоже не уверен. Они могли бы его проверить. Они могли бы сказать, «Христос мой царь». И если бы он откусил парню нос, то они бы знали наверняка, что он израильтянин. Это один из способов добиться от них правды, дать вам знать, что это не фейк. Другая сторона заключается в том, что для России это время, когда она вот-вот сможет официально объявить о победе на Украине. Мы не можем выделить деньги для Украины. Средний возраст украинских солдат сейчас далеко за 40. У них мало оружия, мало людей. Таким образом, это способ ошарашить Россию как раз в тот момент, когда она собирается оформить военную победу. И я говорил это на нашем шоу в течение последних нескольких месяцев. По мере того, как реальность войны на Украине все больше проступает, что война почти окончена, она почти проиграна, все кончено. США и Запад не собираются рационально реагировать на это осознание. Они собираются жестоко наброситься на Россию. Мы становимся все безумнее, поскольку реальность становится все более и более очевидной. И да, мне кажется, что это всего лишь результат вышесказанного. На данный момент мы не можем ничего доказать, но, безусловно, все элементы присутствуют, как ты только что изложил в этой большой демонстрации видео и фото. Но крупнейшее в мире новостное шоу на Ютубе с более чем пятью миллионами подписчиков, и я уверен, что большинство из них — реальные шоу. Да, и Антёркс заверила меня, что ЦРУ больше не занимается такими вещами. Должно быть... Мы не можем знать наверняка, потому что, с другой стороны, Дженк и Анна сказали нам, что ЦРУ этим не занимается. Потому что... Панат обтягивающего белья, как никак. Потому что Дженк поговорил с бывшей сотрудницей ЦРУ десять лет назад, и Анна сказала ему, что они больше этим не занимаются. Верно. Он услышал об этом из первых уст. Как на суде над О.Джей Симпсоном, похоже, полицейские не отрицали манипулирование доказательствами, верно? Так что это типа «А, он серьезно виновен, но знаем ли мы, что это так?» С другой стороны, Дженк и Анна сказали «нет». Нет, такого больше не происходит. Редактор субтитров А.Семкин